здравствуйте меня зовут федор васильев я вас приветствую в девятом уроке мы продолжаем с вами изучать компонент форумс и в этом уроке я хочу вам показать инструмент селектор ну или по-другому их называют еще радио кнопка давайте посмотрим что это такое переносим в нашу форму кликаем по любому элементу и справа у нас появляются настройки и так тем кто смотрел предыдущий урок здесь должно быть уже все понятно я здесь особо пробегаться не буду потому что здесь абсолютно то же самое но принципиальные отличия я вам сейчас расскажу то есть отличие от чекбокса то есть если вы этот урок смотрите впервые и не смотрели предыдущие чтобы вам лучше понимать посмотрите предыдущий урок урок номер 8 и так что здесь вы видите вы наверное заметили здесь появилась новая кнопка в отличие от чекбокса это подсказки написано условная логика это очень крутая штука сейчас я вам покажу какой здесь смысл смотрите во первых радио кнопка позволяет из предложенного списка выбрать только один вариант то есть давайте я сейчас прям сохраню то есть вы здесь называете как угодно их какой-то выбор да может быть в форме если мы сохранимся перейдем на сайт вот наша форма и вот у нас радио кнопка смотрите я выбираю ставлю точку если я выбираю второй вариант то с первого варианта . снимается и так далее то есть если чекбокс мы можем выбрать несколько или все радио кнопка позволяет выбрать только один это зависит от того что вам нужно форме какой-то компонент который можно выбрать только один из предложенного списка может быть все что угодно просто эта опция эта функция форме она может быть просто необходимо чтобы выбрать именно один вариант и смотрите что за новая кнопка условная логика на какой-то из вариантов то есть из трех вот этих вариантов или их может быть больше у вас при выборе например варианта на давайте допустим 3 разворачивается еще какой-то вариант то есть еще какой-то выбор или все что угодно например вот форма который я сделал здесь заказ завтраков например человек выбирает сырники из творога ставит точку вот что происходит как только он сюда кликает выезжает еще какой-то контент здесь в данном случае идут ингредиенты сырников и плюс еще добавлен выбор также радио кнопка здесь идет видите сколько порция заказать плюс добавлена картинка чтобы как бы вызвать аппетит например да или чтобы форму не было такой скучный сейчас я вам покажу как это делается не пропустите мои топовые продукты под джумла например на третью кнопочку я хочу повесить дополнительный вот этот контент выдвижи выдвижное вот это меню с дополнительным выбором то есть смотрите что делаю я ставлю здесь галочку и кликаю вот на эту кнопку как вы на эту кнопку кликните сразу же вот здесь появляется данный значок напротив теперь чтобы добавить контент то вскрытое меню да так так это назовем выкликать и по этой кнопочки один раз она светится голубым цветом и ниже вот здесь появляется такое поле суда мы переносим как раз таки те элементы которые нам нужны в этой форме например чекбокс также кликаем по чекбоксу и здесь вы сразу можете придать какие-то значения как раз таки не несколько выборов да ну и заглянем вперед как повесить картинку до но 10 внизу есть изображение вы перетаскиваете сюда изображение помещается кликайте по изображению него 10 можно выбрать изображение более детально об этом мы с вами дойдем об этом инструменте об этом я еще поговорю когда вы все сделали просто сохраняйтесь и давайте пойдем на сайт посмотрим обновляю сайт смотрите вторую кликаю 1 чего не происходит а на третье мы с повесили дополнительное меню так скажем выбираю всплывает ниже значит здесь идет демо изображение где вы сможете отредактировать его потом и вот как я вам говорил чекбокс вот они чекбоксы видите можно выбрать все или несколько вот такой вот полезный инструмент то есть помимо самого выбора вот этого радио кнопки мы можем прицепить дополнительный какой-то выбор единственное мне непонятно возможно это как бы здесь и не нужно почему не на всех элементах есть вот такой вот выбор возможно это было пригодилось бы например на чекбоксы но на чекбоксах а такой кнопки нет видим она там не нужно вот в принципе и все на этом уроке также здесь вы можете воспользоваться селектором вот таким который идет в одну колонку это тоже самое как и в чекбоксе то есть в одну строчку в одну колонку можно выбрать на ваш выбор и также здесь можно все то же самое сделать на этом я урок заканчиваю если для вас он был полезным ставьте пожалуйста лайк и подписывайтесь на мой канал если вы этого еще не сделали чтобы не пропустить новые познавательные выпуски на этом здесь все и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe news или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостинг сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а